Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Троим детям, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи от квартир. Пусть все у вас в жизни получится. В какой-то степени поздравляю, в добрый путь. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский посетил одно из предприятий муниципалитета. То, что сейчас происходят некие сложности с логистическими цепочками из Европы, для нас это абсолютно никак не сказалось. Инклюзивный клуб «Дорога в жизнь» организовал выставку своих работ в Центральной библиотеке. Гончарная мастерская, роспись на камнях. Уже скоро 15 детей из Ленинского городского округа, оставшихся без попечения родителей, отпразднуют новоселье. В рамках государственной программы им будут вручены ключи от собственных квартир. Первые трое уже прошли через эту приятную процедуру. В здании администрации в торжественной обстановке вручили ключи от квартир трём детям, оставшимся без попечения родителей. Молодых людей поздравил глава округа Алексей Спасский. Также на новоселье ребятам подарили сертификаты на стиральные машины. Можно только поздравить и пожелать, чтобы это стало таким маленьким островком для вашей такой серьёзной, стабильной, взрослой жизни. Не забывайте, не стесняйтесь, не будете учиться. Я в последнее время это желаю. Вот пусть, пусть, пусть всё у вас в жизни получится. В какой-то степени поздравляю. Добрый путь. Предоставление собственного жилья детям-сиротам, а также оставшимся без попечения родителей, проходит в рамках законодательства Московской области. До конца года ключи от своих квартир получат ещё 12 юных жителей муниципалитета. Ребята квартиры посмотрели, мы ездили вместе с ними, проверили квартиры, свет, вода, двери закрываются, всё работает. Квартиры уже с ремонтом от застройщика сделаны, чистые, светлые, просторные. Думаю, что это в первую очередь, конечно, радость для ребят и большой-большой шаг в светлую будущую жизнь свою. Анастасия Козловская пришла на торжественную церемонию вместе с бабушкой и дедушкой. Они очень рады важному событию в их жизни, тем более, что узнали о такой возможности всего три недели назад. Благодарны вообще и администрации всем, что детей не оставляют, что всем предоставляют, что заботятся. Они очень рады за всех детишек. Все квартиры расположены в новостройках в микрорайоне Пригород-Лесное. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский вместе с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиром Головневым посетили одно из предприятий Ленинского округа. Подробности в сюжете Максима Козлова. Предприятие по производству приправ и пищевых ингредиентов было основано 11 лет назад и сегодня является одним из лидеров отрасли в России. В ассортименте компании более 500 вкусоароматических и функциональных добавок, комплексных смесей, соусов, маринадов и экоспеций. Если предприниматель хочет, чтобы была достигнута цель, поверьте, это всегда будет. А если он будет все время плакаться и говорить, вот это проблема, логистические цепочки разорвались, европейские партнеры отказались, ну и результаты будут такие же. Поэтому сегодня гордимся тем, что есть такие предприятия не только даже с точки зрения Московской области, но и в целом для всей Российской Федерации. Производство, которое посетили глава Ленинского округа Алексей Спаский и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев, является примером стопроцентного импортозамещения. То, что сейчас происходят некие сложности с логистическими цепочками из Европы, для нас это абсолютно никак не сказалось, потому что у нас до начала СВО до 24 февраля было всего 2% европейских ингредиентов. Поэтому для нас, как для производителей, какой-то особой сложности не было. Владимир Головнев ознакомился с технологией производства и обсудил с предпринимателями особенности их работы в настоящее время. Речь шла в том числе и о реализуемых региональным и федеральным правительствами мерах поддержки бизнеса. У нас, я считаю, не просто большой, колоссальный пакет различных мер поддержки. Это с точки зрения и покупки нового оборудования, и лизинга, и многие-многие другие программы, которые исчисляются на сегодняшний день более чем 20 миллиардами рублей. Это предприятие – типичный образец конструктивного взаимодействия власти и бизнеса. Подобные встречи с предпринимателями Подмосковья проходят на постоянной основе. Главная их ценность, что бизнесмены могут озвучить свои вопросы и предложения. Очень давно знакомо, 11 лет это предприятие находится на территории округа. Они никогда не стоят на месте, даже сейчас в сложное время они продолжают развиваться. И вот то уникальное оборудование, вы смогли сами убедиться, в общем-то это вызывает по хорошему смыслу расхищение. Такие визиты на предприятия, делающие большой вклад в экономику Московской области, кроме всего прочего, позволяют представителям власти познакомиться с лучшими производствами и помочь обмену опытом между предпринимателями. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Третий год подряд портал про докторов проводит самую масштабную всероссийскую премию. Награждают специалистов и клиники, что получили максимальное количество положительных отзывов пациентов. Третье место в рейтинге лучших детских хирургов Московской области заняла врач ВРКБ Виктория Жиронкина. Свою профессию она не считает искусством спасать жизни, а просто работой сложной и тяжелой. За одной из операций наблюдала наш корреспондент Галина Житкова. Предоперационная 2-го хирургического отделения ВРКБ. Перед началом работы мысленно настроиться, сконцентрироваться и продумать детали. И, конечно, провести обработку рук по всем правилам. И только потом пройти к пациенту. Пациент у нас мальчик, 3 года. Год назад было выполнено открытое сечение кисты семенного канальника. Через 2 месяца случился рецидив, причем проявилось клинические еще 2-3 года. Детский хирург Виктория Жиронкина в профессии уже почти 10 лет. Работала в клинических больницах Курска и Орла. А с 2018-го стоит на страже здоровья подрастающего поколения Подмосковья. Я категорически против, когда родители или медицинский персонал уверяют ребенка перед какой-то болезненной манипуляцией, что будет не больно. Мне кажется, что важно сказать правду, подготовить ребенка. Тогда малыши лучше переносят некоторые манипуляции. Виктория считает, что для хирурга важно качественное образование, любовь к детям, а также личная смелость, которая позволяет принять сложные решения и нести за это ответственность. Можно свет выключить и подтянуть стойку сюда. Доктор Жиронкина уже не первый раз становится лауреатом премии «Продокторов». Говорит о том, что она снова в числе лучших врачей Подмосковья стала для нее сюрпризом. Считает это мощным стимулом для дальнейшего развития. Продолжать учиться, развиваться, совершенствоваться, проводить какие-то новые методики, новые операции проводить, защитить кандидатскую. Ну а в плане мечтаний хочется, чтобы наша отечественная медицина развивалась, чтобы настал тот момент, когда люди из Европы и Израиля ехали лечиться у нас. У Виктории Жиронкиной еще немало интересных планов на будущее. И вполне закономерно, если в следующем году ее имя вновь появится в рейтинге лучших. Галина Житкова, Виктория Филатова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Пиднетова. Вот уже семь лет в Центральной библиотеке базируется инклюзивный клуб «Дорога в жизнь», где люди с особенностями занимаются творчеством и арт-терапией. На одной из выставок участников клуба побывала наша съемочная группа. Вертеп, елки, шкатулки, декоративные тарелки, животные, сказочные герои, луноходы. Чего здесь только нет. Более двухсот экспонатов, самых необычных и разнообразных, можно увидеть в Центральной библиотеке. Авторы работ – ребята из инклюзивного клуба «Дорога в жизнь», где люди с особенностями занимаются искусством и арт-терапией. Проходят такие выставки уже пятый год подряд. Ребята, когда делают поделку, они вкладывают в нее, ну, давайте прямо уж так вот я высокопарно скажу, свою душу. Потому что действительно они это делают искренне. Так что приходите, восхищайтесь. Выставка не случайно получила название «Ценность семьи» авторам. В создании их шедевров активно помогают мамы и папы, братья и сестры. Креативом занимаются все вместе. Экспонаты на выставке представлены во многих техниках и направлениях. Гончарная мастерская, роспись на камнях, ну, в общем, швейная мастерская, также декупаж и даже картина вон стоит у нас из кофе. То есть у нас большое очень разнообразие. Две полки заняты работами Марка Бойко, и это лишь малая часть его творческой коллекции. Уже более семи лет молодой человек увлекается керамикой и талантливо воплощает в жизнь свои идеи и фантазии. Люблю рисовать, лепить из глины, глазурью покрывать. Сколько у сына уже работ таких? Ну, я затрудняюсь посчитать, потому что здесь представлена на данной выставке одна малая часть того, что он сделал, это то, что мы приобрели, то, что было особо дорого и ценно. То есть здесь, начиная от первых его работ, ну и несколько из настоящих. Выставка продлится до конца ноября. И, кстати, многие экспонаты можно купить. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ. После выпуска новостей на нашем канале смотрите программу «Доктор Плюс». А у меня на этом всё. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова